В Витновской районной клинической больнице отделение травматологии работает более 35 лет с момента создания хирургического корпуса. На сегодняшний день эти направления в медицине активно развиваются. В РКБ одна из немногих больниц, у которых есть лицензия на оказание высокотехнологической медицинской помощи. Здесь по системе МС, то есть бесплатно, проводятся сложнейшие операции, после которых пациент забывает о болях и возвращается к активной жизни. И наше оборудование, наши возможности отделения позволяют это сделать на достаточно высоком уровне, учитывая, что у нас отделение достаточно крупное, 65 коек, и мы в полной мере можем оказать данную помощь и планируется увеличение объемов на следующие и последующие 2021-2022 годы. Помимо экстренной травматологической помощи, в отделении оказывают и нейрохирургическую. Мы можем охватить достаточно весь спектр травматологической и нейрохирургической помощи. Любую экстренную помощь оказываем и по системе ОМС, и для жителей нашей страны и других регионов. Первое хирургическое отделение рассчитано на 55 коек. Принимает ежедневно самых тяжелых больных не только со всей Московской области, но и с других субъектов Российской Федерации. Первая хирургия также оснащена современным оборудованием. Вакуумная терапия проводится лечение лазером с применением плазморана. Аппарат появился в отделении 4 месяца назад. Его используют для лечения самых сложных гнойных ран и для обработки некрозов. Мария Елисеева возглавляет первое хирургическое отделение уже два года. Рассказывает, что за это время удалось увеличить число операций. Сейчас проводятся совместные проекты лечения пациентов из Германии и Швейцарии. То есть, одну часть операции выполняется в Германии. Далее мы залечим уже раны на достаточно высоком уровне. Обращаются пациенты достаточно тяжелые, запущенные, которым уже, по сути дела, как последняя инстанция. И получается так, что они первый этап проводят в Германии, при этом сосудистую помощь получают, а уже лечение ран у нас. Любое хирургическое вмешательство сопряжено с определенными рисками для здоровья. Более того, решиться на операцию всегда довольно непросто. Сергей Горин, инвалид третьей группы, пенсионер, по настоятельной рекомендации врачей, из Ногинска приехал в Видновскую больницу. Благодаря этому пенсионеру удалось избежать ампутации ноги. Передумали, когда узнали, что я согласен приехать в Видно, вот приехал до сих пор с ногой. Сделали операцию, ногу сохранили. Отделение гарантирует комфортные условия и качественное обслуживание своих пациентов. Вера Пивоварова, жительница поселка Развилка, приятно удивлена добротой и пониманием медицинского персонала. Давно не лежала в больнице, не ожидала, что чисто. Ну, персонал супер. Не знаю, может, нам так повезло, но навряд ли, чтобы все так хорошо. Ну, за нами тут как за маленькими. Ладно, еще за бабушками, но за нами тоже. Далее наша съемочная группа проследовала во второе хирургическое отделение. Заведующий Денис Мирошников беседовал с пациентом после проведения малоинвазивной операции. Когда встали? Когда активизировались? Все. Утром встал. Бой, боли? Нет никаких. Так чуть-чуть немножко. Вчера была произведена симультантная операция, мини-инвазивная, лапароскопическая. Проводится она под общей анестезией через три маленьких прокола. И таким образом мы человека избавляем сразу от двух грыж. Стоит отметить, что во всех трех отделениях больницы идет плотное сотрудничество со многими специалистами из Москвы и Московской области. Также работает кафедра госпитальной хирургии Российского университета дружбы народов и Второго медицинского института. А в конце февраля запланирован мастер-класс для повышения квалификации врачей по малоинвазивным технологиям. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Видное ТВ.